Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим один из старейших классических дебютов в русских шашках под названием «Городская партия». Почему дебют носит такое название? Ну давайте проведем небольшой экскурс в историю русских шашек. То есть в дореволюционные времена сильнейшие игроки Российской империи в шашке были в Питере, столице Российской империи, и в Москве. В Москве шашисты часто любили рубиться в районе под названием «Китай-город». Вообще слово «Китай» это тюркское и переводится на русский язык просто как «крепость» или «укрепление». Вот отсюда и пошло название района Москвы, Китай-город. Потому что вот в этом районе были укрепления, Кремль. Ну и вот в этом районе любили собираться и играть шашисты. И поэтому дебют под названием «Городская партия» называется именно так. Вначале он назывался «Китай-городская партия». Но затем слово «Китай» так скажем отвалилось и осталось просто название «Городская партия». Дебют «Городская партия» возникает после характерных маневров. СД4, ДЦ5, БЦ3, ФЖ5. Белые нападают и черные меняются. То есть видите, белые занимают центр и черные его связывают. В принципе позиция здесь примерно равная. Мы сегодня с вами рассмотрим старинный тоже вариант. И здесь есть много секретных шлифов, которые я вам покажу. Белая игра ДЦ3, черная ЖФ6. Ну и здесь допустим ЖФ6 и делаем такой замысловатый ход ДЕ7. Сдвигаем царскую шашку. На самом деле ход очень сильный. Мы провоцируем белых на ошибку. В принципе возможны и перестановки. То есть белые могут сперва сыграть ЖФ4, мы можем сыграть ЖФ6. И после ДЦ3 все равно играем ДЕ7. Можно и так играть. Вот в этой позиции возможны за белых три хода. Значит, СБ2 подготовится для атаки фланга. Сразу же атаковать СБ4 и напасть по центру, ФЕ5. Давайте рассмотрим все возможные ходы. Ход СБ4 уже проигрывает партию. Неожиданно. То есть мы играем ЖФ7 и бьем две шашки. Шашку надо отыгрывать. Мы здесь играем ЕД6. И после того, как белые отыгрывают шашку, меняемся БЦ5. Причина поражения белых в отсталой шашке Х2. То есть я недавно разбирал видео под названием блокада фланга. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. То есть вот это характерный прием для русских шашек. То есть вроде бы у белых центр был, но за счет отсталой шашки черные получают лучшие шансы. А здесь белые даже проигрывают. Например, АБ2 нападаем. Ну и здесь возможны два хода. Если белые закрываются, тогда выиграем таким образом. БЦ7, ну допустим БЦ3 и играем СБ6. Не давая хода СБ4 из-за нападения БА5. Ну допустим ЕД2, ЖФ6. На ЖХ2 уже просто сыграем ФГ5 и выиграем. На СБ4 можно напасть. И затем сыграть ФЕ7. Ну на ЖХ2 здесь можно выиграть симпатично, пожертвовать шашку и напасть. Таким образом. А если белые меняются СД4, тогда играем ФЕ5 и все равно побеждаем. Допустим ЖХ2. Играем ЕФ6. Белым надо меняться. Учего не видно. Ну и здесь белые проигрывают за счет связки своего правого фланга. Допустим ДЕ3, ФЕ7, ЕФ4, ЕД6. Ну и белым пора думать о том, чтобы сдаться. Второй возможный вариант в этой позиции. Если белые в ответ на нападение ФЕ5 играют БЦ3. Меняются. Тогда играем в ЖФ6. Ну видите, СД4 нападать бесполезно. Потому что у белых никогда не будет хода ЕД2 из-за нападения ФЕ5. Здесь шашки белых расположены очень неудачно. То есть в этой позиции в принципе есть два логичных хода. СБ4 и ЖХ2. Давайте рассмотрим их оба. После СБ4 мы делаем выжидательный ход. ФЖ7. Это единственный ход, ведущий к победе. Его надо запомнить. Ну и здесь допустим БА5. Нападаем. И играем в ЖФ6. Поставили угрозу нападения ФЕ5. Поэтому белым приходится жертвовать шашку. И играть ЕД4. Здесь самый простой выигрыш за черных такой. ДЦ5 и АБ2. Ну и у белых снова есть два варианта. Если они меняются таким образом. Тогда выигрываем так. Играем ФЕ5. Вкусим БА7. АЖ3. АБ6. И просто идем в дамки. Белым надо жертвовать шашку и ставить дамку. Ну здесь либо ставим дамку. И легко выигрываем. Либо меняемся таким образом. Ну и в силу вступает правило шестой горизонтали. То есть черные заняли шестую горизонталь. Поэтому они побеждают. Если бы белые первые заняли. Тогда была бы ничья. Но тут выигрыш. Так. Второй возможный вариант. Если белые в этой позиции играют БА7. Тогда ставим дамку на А1. Ну и после хода АБ6 нападаем. Приходится закрываться. И просто бегаем по полям А1 и А8. Белым рано или поздно придется пожертвовать шашку. Чтобы прорваться в дамки. Но видите они никогда не могут поставить дамку. Так как она будет тут же поймана. Поэтому белые здесь проигрывают. Так. Давайте еще рассмотрим ход GH2. Здесь выигрыш немножко другой. Играем ФЕ7. Подтягиваем силы ближе к центру. Ну и здесь если... Белые допустим играют СБ4. Тогда уже нападаем. И все сводится к тому варианту. Который мы только что рассмотрели. Ну допустим сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. И белые здесь жертвовали шашку. Мы это уже видели. Так что не будем повторяться. Если же белые играют HG3. Тогда играем FG5. Связали. Правый фланг белых. И вот эта связка становится причиной поражения белых. Ну надо играть ЕД2. Видите. Такие ходы невозможные. На СД4 последует БА7. И затем неминуемый подрыв пункта Е3. И черные попадут в дамки. Поэтому белым приходится играть в этой позиции ЕД2. Лучшего не видно. Тогда играем ЕF6. И на нападение СД4 просто меняемся. Надо играть ДЦ3. Тогда играем Fe5. Ну и тут все сводится в пользу черных. Белым остается только сдаться. Рассмотрели примерные варианты. То есть друзья. Ход СБ4. Запомните. Уже проигрывает за белых. Неожиданно. После хода Fe5. За белых возможны очень красивые ловушки. Ну хочется закрыться HG7. И затем как-то попытаться окружить шашку Е5. Здесь белые играют СБ4. И правильно в этой позиции играть HG5. А вот ход ЕД6 уже становится причиной поражения черных. Белые играют ЕД2. Также сдвигают царскую шашку. И бьют на Е7. Но если побить сюда, то белые выиграют за счет центра. Видите, у черных будет разрыв по флангам. То есть просто разменяемся вот таким образом. И у черных, видите, на трех вертикалях нет ни одной шашки. Поэтому черные здесь постепенно проигрывают. Можете убедиться в этом сами. Поэтому черные в этой позиции бьют, конечно, на Д6 всегда. Тогда белые играют ДЕ3. Ну и после хода же Ф6. Белые просто играют HG3. И постепенно выигрывают. Если же черные играют HG5. Тогда здесь белые проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белые. Белые играют ЕF4. Приходится бить в эту сторону. Тогда играют ДЕ5. И проводят вот такую симпатичную комбинацию. Например, как было в партии плотников-воронцов 1926 года. То есть выяснили, что ход ЕД6 в этой позиции проигрывает. Мечу красным. Правильно, конечно, играть либо FG5, либо HG5. Давайте рассмотрим ход HG5. Здесь белые могут также поставить очень красивую ловушку. Например, как было в партии Балжаларский-Нурок 1931 года. Мастер Сергей Балжаларский родился в Крыму. Но затем был каторжанином. Его сослали в Фирмский край. Поэтому это мой земляк, друзья. И вот здесь Сергей Балжаларский провел очень красивую комбинацию. Правильно в этой позиции за черных было меняться вот таким образом. С примерно равной позиции. Но черные решили, что они выигрывают. И сыграли Fe7. Этот ход красиво проигрывает. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют ЕF4. Приходится бить в эту сторону. Тогда белые ставят так называемый роздых. Или свободный темп. То есть белая шашка Б2 успевает пробежаться на Б4. И белые наносят вот такой симпатичный удар. Они отдают одну шашку. И делают первый ход. Затем отдают вторую шашку. И делают второй ход. И затем красиво побеждают. Вот такая симпатичная комбинация. Разобрали ход Fe5. Ну и давайте теперь рассмотрим основной вариант. ЦБ2. Обычно всегда играют таким образом. То есть белые подготовили нападение с поля Б4. И теперь черным надо играть лучше всего HG7. И вот здесь, друзья, есть два хода. Правильно, конечно, играть ЦБ4. А напрашивающийся ход HG3 очень красиво проигрывает. Давайте разберем сперва ход HG3. Теперь, конечно же, надо играть ЕД6. Правильно. С выигрышем. А вот ход FG5 тоже красиво проигрывает. Например, как было в партии Митков-Кукуев 1922 года. Чемпион СССР Василий Митков выиграл у дважды серебряного призера чемпионатов СССР Николая Кукуева вот такую партию. Он сыграл ЦБ4. Приходится закрываться. Тогда белые играют ДЕ5. Ну и черные еще надеются на ничью. Они жертвуют шашку таким образом. И связывают оба фланга белых. Видите? Кажется, что ничья неизбежна. Ну, допустим, БЦ5. Но белые здесь нашли красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые сыграли ЕД4. Затем ФЕ3. И нанесли вот такой красивый удар. Видите? Сюда бить нельзя. Потому что черные проиграют. Поэтому приходится бить на поле Ф4. Тогда после всех разменов белые наносят вот такой красивый удар. И побеждают. Поэтому, друзья, в этой позиции будьте аккуратны. Правильно, конечно, играть ЕД6. А не ФЖ5. Ну и здесь возможны три хода. СБ4, ЖХ2 и ЕД2. ЕД2 проигрывает очень быстро. Мы просто жертвуем шашку. И полностью связываем центр белых. Видите? Взяли его в кличи. Так называемые. Ну и тут все быстро заканчивается. Допустим, ЖХ2, СД6. И белым, несмотря на лишнюю шашку, приходится сдаться. Тоже красивая тема. Так. Если в этой позиции белые играют СБ4, здесь выигрыш тоже, в принципе, довольно-таки простой и форсированный. Играем ДЕ5. Ну сюда не побьешь. Мы выиграем две шашки. Поэтому приходится бить сюда. Тогда выигрываем шашку. Но белые еще надеются на ничью. Они меняются. Видите? Поставили рожон на поле Д6. Но черные не унывают и постепенно побеждают. Играют Б5. Далее все форсировано. Допустим, АБ2. АБ6 грозим. Надо играть БЦ3. Тогда играем АЖ5. Снова грозим. Поэтому приходится меняться. Ну тогда просто играем Ж6. Обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру. Так. Прошу прощения. Пустим, ЕФ2, АЖ5. ФЕ3, БА7. ЖФ2, ФЖ7. Просто стоим, ждем. Когда у белых закончатся ходы. Ну вот здесь уже белым, конечно, остается только сдаться. Несложный выигрыш. Поэтому в этой позиции наиболее, конечно, сложный выигрыш после хода Ж2. Тут тоже, возможно, очень красивая тема. Играем ФЖ5. Ну и здесь возможны два хода. ЦБ4 и ЕД2. Давайте сперва рассмотрим ход ЕД2. Тогда играем ЖФ6. И белым лучше всего разменяться. ФЕ5. Таким образом. Ну и здесь черные постепенно побеждают. Наносим такой удар, ЖФ4. И важно побить именно на поле Ж1. Теперь у белых есть два варианта. Если они сразу же ставят дамку, тогда просто бьем вперед. И видите, стоит угроза. ФЖ7. Если же белые играют дамкой на Ф8, тогда ловим дамку таким образом. Отдаем шашку. Затем вторую. Ну и легко побеждаем. Тут ничего сложного. Так, если в этой позиции белые играют ЖФ6, это более сильное сопротивление. Тогда правильно играть БА5. А вот напрашивающийся ход, ХЖ5, здесь красиво проигрывает. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Белые играют АБ4. Ну и куда бы черные не побили, они затем играют БА3. И играют СД4. И уже обратите внимание, что побеждают не черные, а белые. Вот так все переворачивается в городской партии. Так что будьте аккуратны, друзья. Дебют такой заряженный на комбинации. Поэтому после хода ЖФ6 правильно, конечно, играть БА5. Теперь белым уже приходится ставить дамку. И вот теперь спокойно нападаем АЖ5. Постепенно отъедаем шашку Ф6. Ну и здесь постепенно выигрываем. То есть отъедим шашку, и затем будут стоять вот такие угрозы. Поэтому белые здесь постепенно проигрывают. Можете убедиться в этом сами. Тут ничего сложного нет. Так, ЕД2 разобрали. Так, более сильное сопротивление, конечно, СБ4. И теперь черные играют ЖФ6. Тут возможны три хода. БЦ3, Б5 и ДЕ5. Давайте рассмотрим их все. После БЦ3 черные очень красиво побеждают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти очень красивый выигрыш за черных. Черные неожиданно жертвуют две шашки, пропускают белый в дамки, и потом просто меняются. И выясняется, что несмотря на две лишние шашки, белым остается только сдаться. Но они еще максимально сопротивляются, играют ФЕ5. Тогда бьем шашкой Д на поле Д2. Ну и после всех разменов проводим второй удар. Таким образом. Белые отходят. И здесь проводим третий удар. Например, как было в партии Сиротин-Третьяков 2002 года. Ну и здесь белые уже сдались. Очень красивая партия. Играли заочники. И заочники раньше просто, друзья, двигали теорию вперед. Вот сейчас уже появились компьютеры, и поэтому с помощью компьютерного анализа каждый может сказать свое слово в теории шашек. Так, разобрали ход БЦ3. Так, после хода БА5 здесь выигрыш такой. Меняемся назад. Ну и здесь возможны два хода. БЦ3 и ЕД2. После ЕД2 надо меняться. СД4. Это единственный выигрыш. Ну и тут возможны три варианта. ДЦ3, ДЕ3 и БЦ3. Давайте рассмотрим их все. После ДЦ3 черные также очень красиво выигрывают. Тоже можете поставить видео на паузу. Попытаться самостоятельно найти выигрыш. Он довольно-таки симпатичный. Играем АЖ5. Первая присоска. Приходится бить сюда. И теперь играем ДЕ3. Ну и черные постепенно выигрывают. Поставят дамку на Ж1. Тут никаких проблем нет. То есть ДЦ3 проигрывает. Так, ДЕ3 проигрывает из-за хода ДЦ5. Теперь белым надо меняться. БЦ3. Ну и тут можно бить вперед и назад. Если белые бьют вперед, тогда выигрывает комбинация. Тоже можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш. Здесь он тоже симпатичный. Играем АЖ5. И вот здесь правильно отдать СД4. А вот ход СБ4 ведет лишь к ничьей. Правильно отдавать СД4. Ну и теперь в какую бы сторону белые не побили, играем СБ6. И затем наносим свой удар с выигрышем. Так, если белые бьют назад, тогда играем ЕФ6. И на ход АБ2 играем просто ФЖ5. Грозит СД4. Ну, тут выигрыш простой. Допустим, БЦ3. Уже просто меняемся. СБ6. Ну и белые проигрывают за счет связки. Тут уже сами подумайте, как это можно сделать. Тут ничего сложного. Я думаю, на этом можно остановиться. Так, разобрали ход ДЕ3. Ну и последний ход. Естественно, АБ4 нельзя из-за ДЕ5. И последний ход здесь БЦ3. Так, и лучше всего бить, конечно, вперед. Есть наиболее серьезное сопротивление в этом варианте. Тогда меняемся ДЕ5. И играем вот на эту связку. Далее, возможно, ДЕ3, ХЖ5. И давая нападений. Ну, допустим, ЕД4. И надо меняться ЕД6. Вот этот вариант надо запомнить. Ну и тут возможны два хода. СБ4 и ЖФ4. После СБ4 меняемся ДЦ5. Ну и на ход ЖФ4 просто меняемся АБ6. И шашка Х2 становится причиной поражения белых. Допустим, Е3, ФЖ7. Ну и белым снова надо сдаться. Так, если в этой позиции белые играют, допустим, ЖФ4. Тогда уже играем снова ДЦ5. Ну и на ход АБ6. Да, сильнейшее сопротивление. Играем СД4. Меняемся. Ну и далее, возможно, ФЕ3. И снова меняемся. И снова белым остается только сдаться. Так, рассмотрели, друзья, ход БА5. Он проигрывает. И последний ход здесь это жертва. ДЕ5. Вот здесь выигрыш очень сложный. Смотрите. Белые играют БА5. Черным надо сыграть ФЖ7. Белые играют ЕД2. Ну и надеются, что здесь черные сыграют ЖФ6. Они отыграют шашку и партия постепенно закончится ничьей. Но черные очень красиво играют СБ4. И выигрывают во всех вариантах. Этот ход, конечно, труднонаходимый. Здесь у белых есть три варианта. Давайте рассмотрим все три. Так, если они бьют, допустим, таким образом. Ну тут самый простой выигрыш. ЖФ6. Ну и просто бьем. Пять шашек с выигрышем. Тут ничего сложного. Так, если белые бьют в эту сторону. Тогда бьем на С1. Ну и если белые бьют назад, а лучшего не видно. Просто меняемся ЖФ6 с выигрышем. Это простое, очевидное. Если же белые бьют на Е5. То есть до этого белые пожертвовали шашку. Черные тут уже отдали сами две шашки. И уже сами сидят без шашки. Но у белых очень неприятная связка правого фланга. Она становится причиной поражения белых. Черная игра ДЦ5. Ну и грозят на ДЦ3 или БЦ3 сыграть СД4 и прорваться в дамки. Поэтому шашку нужно возвращать. Е6. Ну лучшее сопротивление. Е6 совсем тупо. Е6, БЦ3. Вот здесь выигрыш черных неочевидный. Надо сыграть БА5. Ну этот ход легко найти. Но вот после хода АБ2 надо найти сложнейший ход. АБ6. Только он ведет к победе. Теперь на СД4 играем Е6. И центр белых, видите, полностью окружается. Здесь есть два хода. То есть мы грозим сыграть ФГ5 и выиграть. Поэтому у белых есть два хода. Либо ФГ5, либо ФЕ5. Давайте рассмотрим оба. После ФЕ5 выигрыш такой. Играем ФГ5. Грозим. Надо играть ЖФ4. Тогда меняемся. ЖФ6. И проводим комбинацию. ФГ7. И бьем на А1. С легким выигрышем. Так. Если в этой позиции белые меняются. ФГ5 и бьют на Е7. Сильнейшее сопротивление. Тогда здесь выигрыш тоже довольно-таки неочевидный. Бьем именно на Ж1. И после того, как белые ставят дамку. И происходит размин. Здесь правильно сыграть БЦ5. После того, как белые сыграют на Ж7. Ставим дамку на Е1. Видите, белым не пошевелиться. То есть на любой ход. Допустим, на такой ход сыграем таким образом. На такой ход. Проще всего так отдать. И выиграть. Легко. Так, разобрали все возможные варианты. Ход HG3, друзья, проигрывает. Правильно, конечно, в этой позиции играть СБ4. Теперь играем ФГ5 и бьем две шашки. И теперь играем Б5. Белые занимают центр, но черные его умело окружают и играют на отсталую шашку H2. Ну и тут возможны два хода. После ФЕ5 партия быстро заканчивается. В черном лучше всего меняться в такой двойной размен и партия быстро закончится ничьей. Если же белые хотят поиграть в этой позиции, они играют АБ2. Тогда играем БЦ7. Сильнейший ход. И вот тут есть два варианта. БЦ3 и ЕД2. ЕД2 более сильный ход. Давайте сперва рассмотрим БЦ3. После этого хода черные получают огромное преимущество. Играем ЕД6. Ну и здесь есть два хода. ДЕ5. Ой, ДЕ5 еще ведет к ничей. А вот ЕД2 окончательно проигрывает. Смотрите. После ЕД2 играем ЖФ6. И на любой ход грозим сыграть СБ6. Если же белые меняют СДЦ5, тогда просто играем ФЕ7. Ну и на любой ход, допустим, СД4, просто отъедаем шашку С5. Тут несложный выигрыш. Так, поэтому в этой позиции правильно, конечно, играть ДЕ5. Тогда играем АБ6. Активизируем бортовую шашку. Ну и здесь все форсировано. СД4, ДЦ5. Белым надо сдвигать царскую шашку. ЕД2. И вот здесь незаметное движение. АБ4. Остальные ходы, конечно, за черных пассивные. Белые получат преимущество. Но вот после этого хода позиция белых находится на грани поражения. Здесь надо меняться ДЦ3. Лучшего нет. И черные выигрывают шашку. Но белые еще могут достигнуть ничей. Они играют СБ2. Ну, бесполезно играть ЕД2 из-за удара БЦ3. И белые попадут на преддамочное поле. Поэтому черные играют ФЕ7. Тогда белые играют БЦ3. И уже сами грозят попасть в дамки. Поэтому здесь белым надо сыграть ХЖ3. Вот это анализы Василия Сокова. Неоднократного чемпиона СССР. Белым приходится побить на Х4. И тогда после ЕФ6 возникает позиция с большим преимуществом у черных. Они продолжают атаку ходом СБ4. Но здесь есть два хода. СБ2 сложнейший ход еще ведет к ничей. А напрашивающийся ход ФЖ3 уже красиво проигрывает. Вот смотрите анализ Василия Сокова. Играем БЦ3. Ставим рожон. Белые играют ЖФ4. Надеются построить колоночку и достигнуть ничей. Например, ЖФ6, ЖФ2, СД6, ФЖ3. Вроде бы кажется, позиция абсолютно ничейная. Удар ФЖ5 неизбежен. А на ФЕ5 последует ХЖ5, затем ЖФ6 и снова удар ФЖ5. Но черные здесь красиво жертвуют шашку СД2 и скромно играют БЦ5. И несмотря на лишнюю шашку, белым остается только сдаться. Теперь рассмотрим анализ Юрия Кустарева. Тоже одного из чемпионов СССР. Кстати, и Василий Соков, и Юрий Кустарев жили в Ленинграде. Такой забавный факт. Так, ЖФ6. Тут есть два хода. ФЕ3 и БА3. Давайте рассмотрим оба. После ФЕ3 черные продолжают атаку таким образом. БА3, БЦ3, СД6, ХЖ3, ДЦ5. Вот здесь белым надо играть ЖФ4. Ну и после хода БА5 единственный ход ЖФ2. Ну и у черных есть два варианта. После СБ4 белые могут довольно-таки легко достигнуть ничей. СД4, допустим, ХЖ5, БЦ3. Белые просто отдают шашку и ломятся в дамке. Тут выигрыша, конечно, у черных нет. Это очевидный вариант. После жертвы АБ4 здесь ничью будет сделать еще не так просто. Играем АБ2. Надо жертвовать шашку ФЕ5 и меняться АБ6. Это единственные ходы. Тогда ставим дамку на А1. Надо играть СД6. Снова единственный ход. Играем дамкой на Ф6. То есть на такой ход уже грозим отдать шашку и выиграть. Допустим, после хода ХЖ5. Красиво. Ну и на любой ход абсолютно просто играем на Х8 и красиво побеждаем за счет трамплина. То есть используем шашку Х4 белых. Поэтому в этой позиции единственный ход ФЕ3. Тогда играем АБ6 и снова единственный ход ЕФ4. Это серия у белых единственных ходов. Теперь черные играют на Д8 и надо снова сделать единственный ход ДС7. Ну и тут уже после ДЕ7 и нападения кажется, что черные выигрывают. Но белые красиво форсируют ничью АБ6 и затем перекрывают дороги дамки черных. Жертвы АЖ5 и только теперь достигают ничьей. То есть видите, друзья, в этой позиции белые сделали 12 единственных ходов. Вот это ничья более сложная. Атака черных более сильная. Так. Также в этой позиции возможен ход БА3. Вот это уже анализ Юрия Кустарева. БЦ3 ФЕ3 БЦ5 И вот здесь возможны два хода. ЕФ4 быстро приводит ничьей. Но здесь есть два варианта. Если черные ломятся в дамки, тогда наносим удар по затылку АЖ5 и АЖ3. Ну и черные здесь победить не могут. Это ничья. Если же черные сперва жертвуют шашку и затем идут дамки, тогда белые достигают ничьей таким образом. ЖФ2 ставим дамку и вот здесь у белых единственная ничья. То есть простые ходы ФЖ3 так ФЕ3 ФЖ3 ведут лишь поражению, а правильно играть здесь АЖ5. Это единственный ход. сперва посмотрим как белые проигрывают. После ФЕ3 меняемся ФЖ5 ну и допустим АЖ3 нападаем на шашку С5 допустим ФЕ5 ЕФ4 Тогда жертвуем шашку красиво и нападаем АБ2 Белые еще отдают шашку игра АЖ7 но здесь тоже наносим такой ударчик по затылку и красиво побеждаем. Анализ чемпиона СССР Юрия Кустарева 1972 год. Так также проигрывает ход ФЖ3 здесь красиво жертвуем две шашки ну и выигрыш черных неоспорим можете убедиться в этом сами просто бегаем по полям А1 А8 с выигрышем так если же в этой позиции белые правильно жертвуют шашку АЖ5 и играют АЖ3 с идеей вот такого размена здесь к сожалению выигрыша у черных нет допустим играем на Ф6 разменялись уходим на Д8 но после хода ЖФ4 ничья неизбежна так в этой позиции то есть ЕФ4 еще ведет к ничей но ход довольно таки сложный а вот после напрашивающегося хода АЖ3 черные красиво побеждают играем СД4 жертвуем шашку и идем в дамки и тут есть два варианта после АБ4 ставим дамку на С1 допустим БА5 нападаем надо жертвовать шашку отходить когда жертвуем дамку ну и здесь все как по маслу допустим ЖФ4 СБ2 белые жертвуют шашку пытаются прорваться в дамки ставим дамку на С1 допустим ЕД6 и играем АЖ3 поставили угрозу ЖФ2 и побьем две шашки поэтому приходится напасть тогда закрываемся на единственный ход ДЕ7 уже наносим удар и выигрываем так это первый вариант если в этой позиции белые играют вместо АБ4 ЖФ4 тогда выигрываем таким образом снова ставим дамку на С1 надо отдавать шашку играть ФЕ5 и здесь играем АЖ3 с идеей нанесения вот такого удара ну и тут есть два хода ЕД6 и ЦД6 давайте рассмотрим оба после ЕД6 выигрыш такой спустим СБ6 ЕД4 БЦ7 ДЕ3 СБ8 ведем вторую дамку ну и на ход АБ4 нападаем надо отходить и фиксируем шашку А5 то есть не даем ее провести затем проводим обе шашки в дамке ну и здесь несложно выигранный Эншпиль тут же сами найдите выигрыш как говорится не маленькие второй вариант это от ЦД6 вместо ЕД6 тогда отходим ну видите сюда и сюда не пойдешь из-за удара ЖФ2 поэтому приходится играть ЖХ2 тогда связываем белых ну приходится играть ЕФ6 тут выигрыш такой вроде бы кажется ничья но на самом деле выигрыш красивый ФЕ7 играем БА5 то есть сюда дамку нельзя ставить она будет тут же поймана приходится ставить дамку на Ф8 тогда играем дамкой на Ж1 и стоит угроза отдать дамку и выиграть поэтому белым приходится отдать шашку просто проводим все три шашки в дамке и строим треугольник Петрова с выигрышем вот это друзья все анализы Юлия Кустарева то есть как вы убедились сами прошу прощения ход БЦ3 ведет к огромному преимуществу черных белым сделать ничью очень тяжело теперь давайте рассмотрим более логичный ход ЕД2 черные сдвинули царскую шашку и белые сдвигают ее и вот начинается интересная игра ЦБ6 БЦ3 ЕД6 ДЕ5 ДЦ5 ну это все единственная серия ходов из-за белых из-за черных ЦД4 ФЕ7 и вот тут есть два хода ДЦ3 так ДЦ3 это более плохой ход а Ж3 более сильный давайте рассмотрим сперва ДЦ3 здесь у черных огромное преимущество они временно жертвуют шашку и играют ЕД6 ну и допустим на ход АЖ3 здесь они получают большое преимущество жертвуют вторую шашку и забирают две в этой позиции у белых три хода ФЕ7 ФЖ7 и АЖ7 давайте рассмотрим их все значит правильно конечно тут играть ФЕ7 это наиболее простая ничья но после хода АЖ7 черный играет ДЕ5 здесь правильно напасть ЕФ4 дамку ставить нельзя потому что если поставить дамку тогда черные уже получают большие шансы на выигрыш поэтому надо играть ЕФ4 но черные еще надеются победить но здесь выигрыша нет допустим ДЦ7 бесполезно нападать таким образом белые сыграют СБ8 и так и ФЖ3 и сделают ничью даже подождите тут даже наверное выиграют поэтому правильно играть АБ4 но после хода СБ8 черные хотят провести вторую шашку в дамке но белые здесь все-таки благополучно делают ничью ЖФ4 АБ2 меняются таким образом ну и после того как черные ставят дамку белые рано или поздно отдают две шашки либо ЕД4 либо ФЕ5 когда одна из дамок черных уйдет с большой дороги и затем сами занимают большую дорогу с ничьей тут выигрыша у черных к сожалению нет это наиболее простая ничья также есть ничья после хода ФЖ7 в этой позиции заставим дамку надо ставить также дамку и черные играют АБ4 с угрозой БЦ3 поймать дамку белых поэтому приходится отдавать две шашки ну и здесь белые еще могут побороться за ничью у черных выигрыша нет несмотря на лишнюю шашку позиция ничейная ну и наконец последний вариант в этой позиции самый плохой если белые отдают шашку таким образом и играют ФЕ7 здесь черные скорее всего победят если вы будете знать эти варианты смотрите играем АБ4 хотим провести обе шашки в дамке поэтому белым надо играть допустим Е8 отходим белым также надо попытаться провести вторую шашку в дамке иначе они быстро проиграют поэтому Е4 необходим тогда ставим дамку на С1 белый град ДЕ5 сильнейший ход тогда ведем вторую шашку в дамке ну и на ход Е6 ставим вторую дамку вот тут есть три варианта ничего за белых найти очень тяжело просто нереально то есть напрашивающийся ход ДЦ7 уже быстро проигрывает наносим вот такой удар ну и с двумя лишними шашками то есть шашка Ж3 не минуем агибнет мы тут постепенно побеждаем это первый вариант также проигрывает ДЕ7 тут выигрыш довольно таки сложный его тоже надо запомнить ставим дамку на А3 не даем пошевелиться вот этим товарищам ну и тут возможны два хода если белые все таки ставят дамку тогда мы дамку эту ловим и важно тут побить именно назад то есть мы хотим поймать дамку белых вот таким маневром ну и тут все форсировано заканчивается допустим ФЕ3 АБ6 ЕД4 и проводим такую несложную комбинацию с выигрышем так если белые видят этот вариант не ставят дамку допустим игра GF4 проще всего сыграть АБ6 видите дамку ставить бесполезно поэтому приходится играть ФЕ3 тогда играем БЦ5 но тут уже приходится ставить дамку лучшего не видно снова ловим ее ну и быстро побеждаем а где же все таки была ничья в этой позиции а ничья была вот такая сумасшедшая GF4 надо было пожертвовать шашку и затем видите снова бесполезно играть ДЦ7 из-за простого удара ну и черные за счет двух лишних конечно постепенно победят непонятно как делать ничью а на самом деле ничья таилась после хода сперва надо было пожертвовать шашку и теперь еще раз пожертвовать шашку две шашки и вот только тут ничья ну естественно ДЦ7 проигрывает просто отдаем шашку и зажимаем дамку белых видите на тройнике прием называется столбняк ну допустим АБ6 играем на Е5 и на ход БА7 зажимаем белых полностью по рукам и ногам связали тоже красивый выигрыш но все таки в этой позиции после хода до Е7 была ничья например АЖ5 белые играют ЕД8 надо отходить если черные проведут третью шашку в дамке это будет выигрыш белые играют дамкой на А3 это единственный ход то есть поставили угрозу выиграть шашку поэтому приходится играть ФЕ3 тогда белые играют дамкой на А4 снова единственный ход все остальное ведет ничьей черные ведут шашку в дамке белые нападают и вот здесь после того как черные закрываются играют дамкой на Ф8 ну и на ход АБ6 здесь уже красиво форсируют ничью ФЖ7 и вот только теперь ничья обратите внимание что если черные тут в запаре допустим блиц какой-нибудь или цитнот будет сыграют по инерции допустим сюда это выигрыш играем Б5 ну допустим на такой ход дамка белых ловится также в этой позиции нельзя было просто бегать дамкой допустим на А3 вроде бы кажется ничья но на самом деле нет здесь просто меняемся и видите черные неизбежно занимают большую дорогу проводят третью шашку в дамке строят треугольник Петрова и побеждают друзья вот эту ничью найти за партией за доской конечно нереально поэтому у черных здесь приличные шансы на выигрыш после хода ДЦ3 правильно конечно в этой позиции играть АЖ3 вот здесь уже черным надо быть внимательным напрашивающийся ход АБ4 красиво проигрывает ЕД6 черные вроде бы хотят провести удар но здесь удар не проходит белые просто бьют на Б4 ну и как бы черные не играли тут много вариантов посмотрите их все сами здесь везде побеждают белые то есть комбинации у черных нет это выигрыш белых также плохо играть ЖФ6 но здесь тоже море вариантов скажу лишь что так играть плохо правильно играть конечно ЕД6 и бить именно вперед вот это сильнейший вариант за черных в этом варианте ну и после хода ДЦ3 играть ДЕ7 теперь белые меняются ЕД4 и бьем именно шашкой Ж на Е3 ну и после всех разменов у белых преимущество черным надо играть аккуратно лучше всего форсировать ничью таким образом АЖ5 ну и на ход СБ4 временно пожертвовать шашку и напасть Ж6 ну и вот тут уже ничья неизбежна друзья если вам понравилось данное видео ставьте нравлик как я называю лайк и подписывайтесь на канал но проделана огромная работа поэтому поддержите мое творчество до свидания и давайте воевать только на шахматной не шашечная издетка